Подходит. Безопасными нужно провести основательное разминирование. Его называют гуманитарным. Сейчас наши подразделения по большей части осуществляют только оперативное разминирование. Все наши подразделения в первую очередь работают над разминированием критической инфраструктуры. На сегодняшний день в Украине напичканными взрывчаткой считают 174 тысячи квадратных километров. Это треть нашей страны и это более чем территория Швейцарии, Нидерландов, Дании и Бельгии вместе взятых. Чтобы наглядно показать масштабы, в МЧС создали интерактивную карту. Наиболее заминированы Харьковская и Херсонская области, где враг был дольше всего. В течение полномасштабной войны украинские саперы уже успели обследовать почти 92 тысячи гектаров территории. Показать это украинцам на карте пиротехники не могут, ведь это очень опасно. Мы не можем себе позволить предоставить нашему врагу информацию, где мы уже разминировали территорию, где территория полностью безопасна и где он снова может применить свою силу. Для того, чтобы разминировать всю Харьковскую область, нужно 125 тысяч саперов. Если бы они были, то работали бы по меньшей мере год. Харьковская область на первом месте по количеству погибших саперов МЧС. В регионе все эти месяцы работают объединенные отряды со всей страны. Ежедневно в области подрываются на минах и гражданские люди. А еще они мудряются делать ловушки, чтобы ликвидировать сапера, который снимает эту мину. Как часто вы такое встречаете здесь? Очень много их. Мне кажется, что это больше 50%. Чтобы вернуть к жизни деоккупированные населенные пункты, саперы прежде всего разминируют линии электропередач, газа и водопроводы, дворы и подъездные дороги. Сельхозземель в Харьковской области нужно очистить около 600 тысяч гектаров. На поля у саперов не хватает сил. Аграрии здесь, на границе с РФ, вынуждены нанимать черных саперов или частные лицензированные компании по разминированию. На сегодня те цены, которые выставляют частные компании на разминирование, то это примерно от 3 до 6 тысяч гривен за гектар, в зависимости от количества разминированной территории. А вот фермер из Херсонской области Максим взялся самостоятельно разминировать свои поля и засеял их ячменем. Таким его полем мы застали в конце апреля. На местах, где были воронки от снарядов, колосья значительно меньше. Максим приобрел металлоискатели и вместе с работниками пешком обошел все поля. Когда они видели снаряды, маркировали их и вызывали спасателей. Такая система – это риск. Но выхода, говорит, не было, если бы ждал гуманитарного разминирования от государства, не успел бы посеять. У нас разминирование заняло 3 месяца. Вот мы начали 11 января, если не ошибаюсь, и вот примерно в конце мая мы завершили. Труднее всего было ждать. По оценкам Украинского клуба аграрного бизнеса, в деоккупированных областях заминировано почти 2 миллиона гектаров полей. Каждый год простое этих земель будет стоить экономике страны до 800 миллионов долларов. На сегодняшний день в Украине удалось очистить от взрывчатки более 150 тысяч гектаров сельхозземель. Пока это треть от запланированного, ведь цель – разминировать 470 тысяч гектаров. Для этого в правительстве был разработан 4-летний план. В Министерстве агрополитики рассказывают, масштабы земель, которые предстоит очистить, действительно огромны. Но сейчас каждый разминированный гектар помогает восстанавливаться экономике и продовольственному сектору. Речь об овощных и бахчевых культурах – это то, что сегодня очень сложно заменить импортом. И если мы говорим хотя бы о 10-20 тысячах гектаров, то в масштабах страны это кажется ничто. Но если мы говорим об овощеводстве, это очень большие площади. Площади, которые могут покрыть внутреннее потребление Украины. В Мировом банке предварительно подсчитали – полное разминирование всей загрязненной территории Украины обойдется почти в 37 миллиардов долларов. Самостоятельно Украине с этим не справиться, иначе разминирование будет длиться столетиями. Чтобы ускориться, Украине помогают международные партнеры. До конца года нам обещают предоставить саперное оборудование, дроны и снаряжение на 244 миллиона долларов. Кроме того, правительство утвердило механизм использования средств из фонда United24, на который донатят украинцы и неравнодушные люди со всего мира.